Приветствую вас, геймеры, это канал Alex and Play, и мы продолжаем играть в мод Кайзередакс за Евразийскую Империю, за Андрея Первого, всё как обычно. В прошлой серии мы разобрались с Дунайской Федерацией, полностью Италией, и всякие марионетки этой Дунайской Федерации мы сделали марионетками своими теперь. Также присоединили в состав Империи Чехословакию полностью, Польшу, вот такие вот территории, которые мы присоединили. Ну и конечно же забрали Бессарабию, Буджак, Черновцы, вот это вот всё мы конечно забрали в свой состав. Ну и в этой серии мы уже начали, в прошлой серии мы ещё вот что начали, войну с Респактом, с Германской Ипперией, вот и наступление у нас вроде как началось. Даже довольно таки неплохо. И в Финляндии, и в Норвегии, ну то есть в Швеции сейчас, да, в Балтийском государстве, в Литве вроде, в Германии вроде получается. Будем пытаться это делать, но вроде везде у нас зелёное происходство в воздухе, так что я думаю всё будет отлично. Кстати я заметил, только сейчас заметил, что оказывается в этой версии убрали количество дивизий, то есть ограничения на количество дивизий, вот чем прикол. Это конечно прикол, но да ладно. Я думаю война это будет лёгкая, так что волноваться не стоит, ну мы тут можем субсидии всякие сделать, но это попозже, это попозже. Ну пропаганду можем в принципе провести, да, давай пропаганду проведём всё-таки. Ну и смотрим, что, как у нас прорыв идёт. Ну, вы просто видите, как всё тут, мы уже Дрезден взяли, Россия вмешивается в Велькрик, мы отомстим за Брест-Литовскую, да здравствует Россия единая и неделимая. Прочитаем. Отношения между Россией и Германией были плохими с тех пор, как Брест-Литовский договор, который первое считал национальным унижением, разорвал и превратил земли под её властью в немецкие клиентские государства. Но поскольку шрамы от Велькрика всё ещё оставались на ней, многие надеялись, что русский орёл будет вынужден отказаться от своих устремлений на Западе. Сегодня эти надежды были безжалостно разрушены, когда солдаты государства Евразийской империи снова начали маршировать по Восточной Европе. После этого Андрей Первый объявил войну государству Германской империи, опоклявшись восстановить честь нации и призвав к национальному единству восторженные толпы на Екатеринбургской площади. Мы отомстим за Брест-Литовск, да здравствует Россия, единая и неделима, как мы говорили. Ну и подпишем пакт о ненападении пока с Французской коммунной и Британским союзом. Я думаю, ничего страшного нет. Что у нас не хватает? Куда нам надо давать свободные военные заводы? Ну я думаю, на лёгкий танк надо поставить, то что они могут и закончиться. Как там, кстати, прорыв Маркова? Отличный прорыв, танки едут, прям атакуют. Всё везде довольно легко получается. Можем, вот уже берём Вильнюс. Да, Вильнюс берём. Так, кто тут наступает? Тут тоже у нас прорыв идёт. В Дербт сейчас проходим. Нарву взяли, просто шикарно. Сейчас мы можем даже котелок сделать тут, окружить, отрезать немецкие армии. Вот так вот, на две части, чтобы их в Тербалтике заставить врасплох и там остановить. Ну мы уже Лейпциг взяли к этому моменту. Мюнхен уже взят, Мюнхен пал. Поэтому тут всё очень легко, очень легко. Хельсинки, битва за Хельсинки уже идёт. Нашими танковыми войсками. И Хельсинки скоро падёт. Тихо течёт Дон, книжку выпустил Шолохов, окей. Хельсинки пал 26 октября 42-го года. Отлично. По потерям давайте посмотрим. Мы 187 тысяч потеряли. Германская империя 2 ляма потеряла. Но она потому что воюет. Это не с нами, а с другими государствами. Но уже 204 тысячи потерь уже у немцев есть. В Финляндии в 155 человек. Ну то есть мы снесли 42 тысячи им. Балтейскому герцогству мы снесли 31 тысячу. Так, в Литве мы снесли 29 тысяч, извиняюсь. Вот. Поэтому потери пока хорошие. И у нас не сильно. Хотя 187 тысяч уже многовато. Но это про условие того, что мы ещё наступаем довольно активно. И всё равно побеждаем. Так или иначе. Хоть и, конечно, потерю не сём. Но это нам не мешает продвигаться довольно-таки успешно. Вот в чём класс. Так, вот и Литва капнула. Классно. Литва капитулирует. Это прям чудесно. Чудесненько. Так, тут, наверное, фронт надо менять. Но пока я не буду, наверное. Потому что тут надо капнуть Балтийское герцогство. Вот и всё. Так. Тут, кстати, попытаться, может, задержать. Чтобы взять Ригу сейчас. Чтобы будут задержать немецко-балтийские войска. Да, это получается. И мы Ригу сейчас возьмём. Так. Ревель тоже надо пытаться брать, безусловно. Так, тут на Лейпаю мы тоже идём. Вот так вот, чтобы они не смогли отсюда эвакуироваться. Сейчас мы это сделаем. Так, уже битва за Кёнигсберг идёт. Но пока мы её не можем выиграть. Но Лейпаю берём. Вот и Балтийское герцогство капитулирует. Замечательно. Давим. Тут ещё вот этих вот друзей. Кюресаря. Ну и сейчас мы тут их просто в котле изничтожим. Фокусы тут я не знаю уже какие брать. Всё практически прокачали. Но давайте развитие морских пломберов, допустим, возьмём. Тут полностью уничтожены будут они в котле. Тут тоже пытаемся вот так вот разойтись. Ну вот и всё так. Ты вот так вот делай. Чтобы сейчас ещё вот тут вот вдавить. 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 И вот тут вот мемель окружить тоже. Попытаемся, по крайней мере. Но, естественно, нам немцы этого не так уж хорошо дают. Хотя нет, смогли. Дали нам такую возможность. Классно. Тогда всё шикарно. Так, мы уже находимся под Берлином. А точнее заходим в пустой Берлин, хотел я сказать. Но ни в какой не пустой Берлин, конечно, мы заходим. Но да ладно. Ну, так, подходим к Кёнигсбергу. Тут можно окружение сделать. Кёнигсберг этого. Но не, немцы что-то нам не дают. Но штурм Кёнигсберг. Всё оно происходит. Так что можно не волноваться. В Финляндии как ситуация. Да довольно неплохо. Сейчас мы уже Васу будем брать. Следующую столицу. И танки делают своё дело. Вот в Финляндии капитулируют. Просто шикарно. Ну, в общем, ладно, разберусь тут с некоторыми фронтами. Тут, кстати, тоже надо фронт поменять. Чтобы они наступали дальше на Швеции. Ну, и тут я сейчас фронтами разберусь. И всё вам покажу. Тут дать военную экономику брать. Уже. Так. Мы штурмуем уже Франкфурт. Кстати говоря, ребята. Да, Берлин пока взять не можем. Но мы его, походу, просто возьмём, потом и окружим. Вот и всё. Больше нам ничего не надо. Тут, кстати, можно попытаться въехать сюда. Танки уже сюда подходят. Так что всё будет хорошо у нас. Ну, и тут с Финляндией тут мы разбираемся. Вот тут, конечно, да, есть проблемы. Тут надо было снабжение нам строить. Вся херня. Но пока нет. А вот и падение Берлина 5 декабря 1942 года. И Германская империя готова на 65%. Капитуляции потеряли они против нас 580 тысяч человек. Мы потеряли 774 тысячи человек. Но это тоже понятно. Просто сейчас останавливаться, я считаю, глупо. Если мы уже наступаем, то что останавливаться? Надо дальше идти. Безусловно. Так, кстати, вот сюда надо давить. Взять эту помиранию восточную. И тут котелок небольшой получается. Да даже что небольшой. Хороший добротный котел. Даже очень хороший. Тут много дивизий погибнет. Это прям шикарно. Мне нравится. Очень большой котел получился. На несколько, очень намного дивизий. 680... Мы снесли им 1 лям. В итоге 3 лям потеряли немцы. В общей сложности. Вот и крах респактов. Наверное, конференция тут происходит с некоторыми частями. Это им забрест Литовск. Великолепно. Ну и мы делим тут Финляндию, Литву и Балтийское герцогство. Так что сейчас поделю и продолжим. Ну вот. Вот я смог все забрать. Нам никто не помешал. Так что все в порядке. Ну и тут мы на Швеции уже начинаем наступать. В Норвегии тоже дела вроде неплохо идут. Так что все в порядке. А вот и падение Германской империи. Вот так вот. Уже тут французскую коммуну себе позабирал. Но ничего. Сейчас мы поделим тут Германскую империю тоже. Позабираем себе территорию. Как много... Как можно больше постараемся забирать. Конечно, еще с германскими для Африки война, скорее всего, будет продолжаться. Но да ладно. Посмотрим, как будет. Ну вот, что получилось, как я забрал. Немножко тулпаком я подредактировал. Потому что, ну, тут просто были убогие границы, некрасивые. И французская коммуна забрала то, что оно практически не захватывало. Она заслуживает только вот это. Все остальное будет у нас. Такими делами. Что вот, вот что мы сделали. Так, здесь пойдешь... Танковые есть у нас дивизии? Танковые дивизии пойдут на Данию. И потом на Швецию. Так, ты, чувак, куда можешь пойти? С кем мы вообще воюем? Ага, с германскими для Африки мы не воюем. Мы воюем, получается, с Волонией, Фландрией, Швецией и Данией. Отлично, вообще шик. Молодец. Люблю какая, когда так происходит. Ну и тут тоже, давай, на Данию сходишь. Люблю, когда не надо воевать. И с какими там Африками. Постазиями и прочими странами. Меня это не устраивает, например. Так, ну и давай. Пойдем тогда уничтожать Фландрию, Волонию и Бельгрию. Именно не как народ, не как страна, а как территория, естественно. Будем захватывать войска. Вот такое. Вот чем будем заниматься. Ну, в общем, все. Давайте разбираться с Фландрией, Швецией, Волонией и Данией. Так, давайте судьбу уже решать потихоньку. Здесь мы можем интеграцию провести. Создадим лояльную Финляндию. Мы можем и аннексировать. И на Инвестинкаре, Лапландии и шесть других получат претензии. Да, хоть это и действительно не евразийский, не евразийский континент и так далее. Это понятно. Но все равно мы захватим. Потому что это как территория Российской империи будет у нас. Потом мы такой вариант возьмем. Аннекс. Так. Дальше Латвия. Реинтегрируем, конечно. Ну, судьба Германии пока подождет. Мы пока уничтожим вот здесь. Вот. Вот эти вот государства. Но это все будет легко. Вот Флан в Волонии уже схватили. Все остальное тоже будет легко. Здесь мы штурмуем Данию. Тоже очень легко все получается. Также давайте судьбу Эстонии. Тоже реинтеграция. Судьба Литвы. Реинтеграция. Ко продолжение оккупации. Потом я шведам отдам. Вот эти вот территории Оландские. Хотя можем и себе остать. Нет, пускай они у нас будут. Судьба Германии пока подождет. Еще немного. Все легко. Данию прорываем. Волонию, Фландеру. Точнее мы тоже сейчас капитулируем в скором времени. А потому что это легко все будет для нас. Также давайте судьбу Германии провозгласим. Мы создадим... Не, разделять я не буду. Потому что не очень хочу. Мы провозгласим создание нового Германского Союза. Только я подредактирую его территорий, которые тут у него обычно всегда получаются. Я заберу себе вот эти территории, которые... Ну, современный Польша получается. Ну и Калининград, естественно. Само собой заберу. Сейчас мы немножко тут подредактируем границы. Вот такие границы в Германии меня устраивают. Ну и моей империи здесь. Я пняю, что многие писали совет, что... Ну, захвати всю Европу и Азию. Ну, я считаю, что это такое себе. Такое себе. Вот Азию мы еще как-то захватим. Мы захватим Социалистическую Республику Иран. Включим свой состав. Афганистан включим свой состав. Тибет. Монголию и Синьцзян включим состав. Вот это да. Монголию и Синьцзян. Тибет не знаю. Тибет, наверное, нет. Все-таки. Но это мы посмотрим потом. И Российскую Америку я бы на самом ключе бы состав. Ну, ладно. Это мы подумаем еще над этим вопросом. Так, над этим вопросом. Здесь наступление идет прям шик. Прям шикарно. Мне нравится, как здесь все получается у нас. Кстати, можно снабжение немножко добавить. И так далее. Так. Ой, зачем я это сделал так? Неважно. Так, значит, вот эти дивизии мы уже будем подводить территории, которые еще независимы, да? Значит, Романовский, ты пойдешь на Швейцарию? Потому что я хочу захватить Швейцарию. Это нам надо сделать. 30 дивизий. 30 дивизий. Вот этих мы поставим. Ну, вот таким вот образом. Чтобы разбираться с Ильярийской Советской Республикой. Пока она в третий интернационал там не влезла. То, может, и будут у нас проблемы. Капель тоже идет сюда. Так, ты идешь... На Албанию. Манштейн. Захватываешь Албанию здесь. Ммм, значится. Ну да, больше никуда ставить особо не буду. Ну, пока, значит, Шатилов пойдет вот так вот стоять. Потом посмотрим, куда его бросать. Тут ему надо будет дивизий добавить, во-первых. И все такое. Так, фокус Железный Занавес мы вкачали. Но дальше мы можем выйти в сближение с союзниками. Но мы, скорее всего, этого делать не будем. Да, скорее всего, мы в этот раз будем отыгрывать свою стербу. Свой альянс сугубо. Но тут модернизацию пока флота я возьму. Пока мы воюем все-таки еще за странами. Когда уже закончив войну, уже будем прокачивать расширение уже на ближней. Восток против турков, против иранцев, против Афганистана мы не сможем. Вы на самом деле напишите, стоит ли... Я напишу, то есть я сделаю голосование, стоит ли делать войну с Антанты или же все-таки нет. Но на самом деле я считаю, что нет, потому что я уже с Гумилева, когда у меня прохождение было, я делал это все в захват мира практически, так что я не знаю. Посмотрим. Но я проведу голосование. О, речь Черчилля о железном занавесе. Никогда, кстати, тоже мы не читали, потому что было не переведено. Поражение Германии от объединенных французских и российских войск некоторое время назад вырвало шок по всему миру и стало очевидно, что этот второй веткрик изменирует лицо Европы на долгие годы. Континент был разделен между третьим интернационалом и российским блоком, оба из которых обладают огромными силами и имеют разногласия с другой стороны. И все же они, один из них не решил нанести удар первым, сад чего континент раскололся надвое. Петроградский университет в России имел честь принимать сэра Уинстона Черчилля, известного британского государственного деятеля, писателя и бывшего первого лорда Дмилратсейства Великобритании. Уступая перед присутствующими студентами, Черчилль первым делом отметил большие жертвы, которые понес русский народ во время Второго Великобритания. Из-за веры, что Британская империя и Россия всегда будут естественными союзниками в этом новом мировом порядке. Политика писала Европу как континент, разделенный между двумя принципиально разными силами, одной свободной и одной синдикалистического террора, одной добра и одной зла, и что их разделяет в железный занавес. Он выражает свою тревогу под поводу того, что так много европейского населения и знаменитых городов теперь находится во французской сфере, надеется, что Россия и Сотружество смогут объединиться против этой революционной угрозы. Хотя Черчилль не был первым, кто высказал эту идею, поразительная образность его речи установила новый рубеж в истории. Европа, а вместе с ней весь мир, оказались разделены в результате Холодной войны, вызванного скорее идеологической борьбой, чем балансом сил. Ее можно решить только с помощью подрывной деятельности, гонки вооружений и дипломатии, или конфликта, гораздо более разрушительного, чем Второй Великобритания. Новая эпоха в мировой истории. Но я полагаю, что с третьим интернационалом мы, естественно, воевать будем. Во-первых, Италию надо бы объединить. Ну и все-таки, так или иначе, третий интернационал для нас не такие уж друзья все-таки. С Антантой я бы воевать на самом деле не хотел, потому что это прям огромный альянс как-то. Я понимаю, что евразийцы как бы так против Запада, так-то вообще-то. Но я бы все-таки подружился с Антантой. Мое личное мнение. Так, отлично, войны у нас закончились. Наконец-то мы смогли тут все сделать по красоте. Швецию забрал я себе под контроль. Норвежцы забрали вот эту территорию себе. И все, в принципе. Да. Германская... Ага. А что это тут Металяфрика делает? Не понял. Поют, что ли? В смысле? Подожди, германская... А, германская Вестафа. Понятно. Она тронтантовская, что ли, стала теперь? Или я не понял чего-то? Ну да ладно, как есть. Это нас на самом деле не так себе так волнует. Демобилизация экономики. Ладно, давай. Судьба Швеции. Мы создадим... Пускай будет Монарх. Профигу. Пускай будет. В Тритарной Демократии Густав V. Вот так вот сейчас еще Даню освободим. Так, кто в Германском... В Германском Союзе? Ага, Франц фон Паппен. Сидит, понял. Да, интересно получается. Давай Даню освобождаем тоже. Но позже пускай будет Монархия. Почему бы и нет. Но... Гермландия будет под... Он нашей базой. Что круто. Королевство... Дания. Вот такая вот. С Крестьянам Десятым. Ну, все как обычно, в принципе. Всегда такие... Правители там бывают. Класс. Просто классно. Мы смогли... Победить Вильдхрики. Довольно быстро. Довольно... Хорошо. Кстати, почему-то здесь пока... Ладно. Ну, конечно, я могу сейчас накаркать и будет вылетать мод. Но... Че-то как-то 43-й год, 14 февраля, вроде как уже вылетал мод. Я просто не помню. Либо он в 42-м вылетал. Уже, когда мы играли за США. Или он в 43-м вылетал. Вот это я не помню. Потому что пока, вроде, тьфу-тьфу-тьфу, вылетов не было. Я как бы не хочу... Да. Самое главное мы сделали. Мы повоевали с Германской империей. Но, блин. Я хочу же еще с Ближним Востоком повоевать. С японцами тоже повоевать. Монголию захватить. Тут, конечно, Японская импера уже высаживается в Австралазийскую конфедерацию. Нам бы надо побыстрее, на самом-то деле, все это делать. Вот. Поэтому, надеюсь, вылетов не будет все же. Так же, давайте посмотрим, что у врагов наших появилось. Синдегалистическая республика Бельгия. Батавская коммуна вот такая вот появилась здесь. Ну, а эти земли французы себе все-таки оставили. В Испании продолжается гражданская война. Не знаю, кто победит. Британский союз пока не высаживается во Французскую республику. Но посмотрим. Может еще и высадится. Но против США, конечно, вот такой вот мощнейший. Я бы не хотел ввязываться в этот конфликт. Хотя, если посмотреть нашу промышленность, в принципе, она так-то одинаковая. Фабрик, кстати, у нас одинаковое количество. На одну больше у нас. По заводам у них 128. У нас 179. У нас даже больше заводов военных. В принципе, да. По флоту, конечно, по флоту у нас дело плохо. Против всего взятого флота. Надо флот нам увеличивать. В авиации у нас 5000. У них пока, ну, 6000. Нет, самолетов много. Надо превосходить. По дивизиям понятно, что мы пока превосходим всех. Но вместе у них может быть даже больше, чем у нас. Это же надо учитывать все. Но посмотрим. В общем, дивизии я расставляю. Пускай все подойдут. Ага, ну тут уже, в принципе, готовы. Мы можем объявлять войну через ног. Давайте это я возьму. Сейчас прожму, чтобы просто... Но то, что фокусов-то на это нет. А ждать по многу лет, когда еще есть угроза вылета, я не очень хочу. Так, объявляем войну. Объявляем войну Лирийской Советской Республике. Так же, давай Словении. Сразу объявляем войну. Ага, ну тут все. Ну и объявляем войну еще Республики Албании заодно. Ну и так же можем Швейцарии объявить войну. Все, отключаем пока Нокупа. Мало ли чего случится. Так, значит все, что мы делаем. Призываем, во-первых, Германию. Австрию, конечно, призываем. Призываем Италию. Призываем Венгрию. Румынию. Болгарию. Ну и Грецию, я тоже хотел бы призвать. Да, не соглашаются все вступать. Замечательно. А не, Греция что-то тупить начинает. Ну ладно. Ну это... А нет, Греция вступила, молодец. Ну все, это тоже будет очень легкая война. Мы тут их за 5 секунд захватим. Довольно. Очень быстро. Все. Ну и дальше мы уже пойдем по фокусам. Контроль проливов. Чтобы с Турцией потом повоевать. Тут я даже показывать не буду. Тут все изи. Так, ну вот. Как ситуация обстоит. Мы уже Сербию капитулировали. Албанию, Словению капитулируем практически. Швейцарию уже тоже взяли. Берн даже. И Албанию тоже. Поэтому мы восстановим сейчас Албанию. Вот такую вот. Это вот я Болгарии передам. Вот это вот территорию. Почему бы и нет. Ну хотя по решениям нам сейчас дадут. Поэтому пока не буду прижимать. Такая Албания с таким вот священником у нас. Как по-римски практически. Мужик. Так, Лугана тут пытаемся взять. Пытаемся тоже котелок с него. Он не получается. Отлично. Реверийская республика советская. Капитулирует с ее марионеткой. Ну и сейчас мы поделим все это. Так, Берн мы тоже практически уже взяли. Вот взяли Берн. 19 марта 43 года. Тут нам на Женеву надо выйти. Только осталось. И все будет хорошо. Вот да, мы ее окружили. Осталось только ее взять и капитуляться. Так, контроль, пролил, фокус взят. Тоже хорошо. Ну дальше требовали северного урана. Тоже вкачаем. Ну все. Сейчас нужно капитулировать. Свейцария. И это происходит. Отлично. Так что давайте прожимать Великую Армению. Претензии на проливы обязательно. Судьба Сербии. Мы тут делаем... Мы создадим Югославию. Да. Вот такая вот Югославия. Меня просили, конечно, Югославию в свой состав взять. Но мы уже не можем взять то, что мы вот эти уже территории забрали себе. Вот так вот. Хотя можно было, конечно, все это в славян всех забрать в свой состав. Югославов, да, Югославов, там, болгаров. Ну, албанцы, кстати, мусульманни. Так-то не очень хорошо бы было их брать, да. Болгар, в принципе, можно было бы взять. Ну, я не знаю, нормально или все-таки Румынию, Югославию, Болгарию. Ну, Венгрия, ну, просто будет некрасиво. Венгрия, а не особо там, славяне, ну, австрийцев можно было бы оставить. Но вот Венгрия брать, поэтому, мне кажется, будет некрасиво. Поэтому пускай территории будут вот такие. Потому что я, если честно, не очень хочу их брать в свой состав. Тогда это надо и Венгрию включать в состав, чтобы еще как-то более-менее это было. Ну, мне совершенно не хочется. Включать их в состав. Даже если говорить, что надо и в российскую первую, это огромная должна быть страна, все дела. Но я не хочу. Просто столько сопротивления будет, надо подавлять. Если это можно было бы все национализировать, а так-то не очень. Так, тут мы на Турцию отправляем войска до Ростовского. Пускай будет он разбираться с ними. Так, ну и с Каирским пактом тоже можно будет потом разобраться, наверное. Хотя посмотрим. Не, наверное, уже будем готовиться к Японии. Так как, действительно, там могут начаться проблемы. Давайте уже на Японию. А то Антанта может слиться и будут проблемы. Или, во-первых, наоборот, Антанта победит. И будет довольно плохо. Так, ну а тут Манштейн будет наступать на Курилу и вот сюда, на Хоккайду. Вот. Ну, танки, я не знаю, куда их отправлять на самом-то деле. Ну, допустим, в Дальнегорск пускай идут пока что сюда. И тут их надо сюда прикрепить из Москвы. Убрать. Но на самом деле уже нам пора делать нелегкие танки. А средние уже добавлять. Так, средние вообще в каком количестве? Надо еще добавить. Я считаю, надо сюда еще добавить. Так, давай, заводики тут построим немножко. Также надо построить инфраструктуру. Вот здесь, вот везде. Где тоже можем. Ну и так далее. Ну и ждем выделения Швейцарии. Так, ну вот, что получилось. Лугана я отдал Италии. И национализировал его для Италии. Сейчас тут появится национальная территория, та появилась. Ну, а тут Доренбирн забрал, дал Австрию. Чтобы она соединилась с Лихтенштейном. Вот так вот. Ну и вот такая вот Швейцария в территориальной демократии. Выборов нет. Но тоже федеральный консул у них. Вот так вот. Такая вот Швейцария получилась у нас. Ну и по карте... Ой, Югославию тоже посмотреть надо. Александра Второй, в принципе. Все как обычно тоже. Ничего нового. От Албании я отдал Северный Эпир Греции. Но это уже национальная территория Греции. Так что хорошо. Так что все прекрасно. Ну и будем готовиться тогда к войне сейчас с чертовой Турцией. Потому что теперь даже не Османская империя. Вот. Так что давайте с Турцией еще повоюем сегодня. А Иран уже оставим на следующую серию. И войну с Японией тоже мы оставим на следующую серию. Так, покачали мы... Прокачали мы врату в Индии. И врата в Индии точнее. Так это кстати появится решение? Да, появится. Если что, мы нападем на Доминион Афганистан. И начнется война у нас с Антантой. Но об этом пожалуйста вы все-таки напишите. Стоит нам это делать или нет? Это мы проведем. То есть проведем... Не, проведем голосование точнее. Но решение против Антанты у нас уже будет. Так что хорошо. Ну и возможность в Антанты уступить тоже у нас будет. В общем подумайте хорошенько. Перспективы все. И так далее. Так, тут давайте война под морем. Будем флот прокачаем. Покажем. Почему бы и нет. Если нам уж понадобится воеваться Антантой. Нам нужен будет хороший флот. Также я накопил 20 политвластей. Ну 24. Но мне нужно было именно 20. Чтобы напасть и на Турцию. И на Социалистическую Республику Иран. На Турцию мы заберем полностью себе территорию. Которую хотим. Ну и Социалистическую Республику Иран. Мы просто объявим войну. Потому что она и так воюет с Египтом. Так. Поэтому давайте сразу нажимаем сокрушить. Даже ультиматумы никакие кидать не буду. Сокрушить Социалистическую Республику Иран. И атаковать государство Турции. Ну и 14 дней ждем. И война это начинается. Кстати, как в Индии дела? Ну, Федерация Раджи пока не может победить. Ясно. Они вместе с... А, ну они не воюют против Доминиона Индии. Они воюют против Комуна Бахарата. Потом Федерация Раджи может и схлыснуться с Индией Доминионом. Посмотрим. А, все-таки Британский Союз вышаживается во Франциску Комуну. Ну, ясно. Может нам надо придется воевать с Антант. Но сюда-то они вряд ли высадятся. Третий Интернационал. Ну, а Франциску Республику-то они тут заняли. И, скорее всего, они ее просто капитулируют. Потому что от нее легко. Если они уже такое вытворяют, то уже никто Франциску Республику не спасет, конечно же. Ну, все. Сейчас объявим войну. Авиация стоит. Войска стоят. Все готово. Ну, вот война и началась. Ну, нам только надо призвать. Будет Болгарию. И Крецию призвать. Тут сразу проходить и наступать на Константинополь, на Адрианополь. Вот так вот делаем. Пытаемся проходить вот здесь. Чтобы окружить группировку. Битва за Константинополь происходит. Нет, дурак. Надо вот сюда идти. Чтобы тут окружить их. Тотвай окружили. Отлично. Александр Кудрополис. Тут окружен. Константинополь тоже наш. Так что все в порядке, да? Ага. С Египтом они решили не помириться, да? Ран. Окей, мы тебя поняли. Но это тебя не спасет никак. Да, все-таки французская коммунная, французскую республику, они взяли и уничтожили. Все. Тут надо Александрополис тут уничтожить, тоже позахватывать. Тут все территории и планы тоже придумывать нам. Так, на всякий случай, если я сохраню, еще это подвисает немножко, на всякий случай надо сохраниться. А то мало ли что случится. Так, вот сюда иди, пожалуйста. Нет, а ты должен наступать вот сюда. До конца. Сергей Нижегородский скончался. Понял. Бывает. Не все вечно живут, даже священники. Все, мы сейчас тут планчик должны просто объединить, чтобы тут не ломался фронт у нас. Тут мы на Измир вот так вот пойдем. Но это тоже изичный захват Турции и Ирана. Да, Иран мы тоже захватим легко. Как классно захватывать Турцию с двух сторон. Конью уже берем, пытаемся. И это, наверное, будет такой, ну, сильный звоночек для капитуляции уже для Турции. Да уже 99% осталось взять какой-нибудь город. Так, главное не терять города, которые уже захватили. Давай, о, столько каких-то процентов. Класс. Турцию мы сейчас поделим. Ну, вот так вот как-то поделили. Сейчас Иран капитулируем. Я забрал себе проливы, естественно. Греции тут территории поддавал. Продонеллы. Вот это вот Александрополис. Смирну. Муглу. Родос, конечно. Острова тут. Игейские. И Кипр. Кипр тоже мы забрали. На самом деле, вот это я не хочу захватывать. Поэтому вот эти просто отдадим. Это типа немцев решили выгнать. Греки сделаем так. Додумаем, что греки подняли восстание против немцев. И король. Они решили присоединиться к королевству. А мы этому поспособствовали. Потому что без вот это вот немецкое колониальное правительство Крита, оно уже было подорванным и слабым. Потому что никто бы ее с Азерен был уничтожен. Так что все вот так вот легко. Ну и мы Турцию, конечно, насвободим. Я не знаю. Хотя, знаете, так органически все смотрится. Что-то даже я, наверное, Турцию делать не буду. Хотя я не знаю даже, как лучше сделать. Ладно, давайте в Турцию все-таки превратим. Потом мы посмотрим. Вот так вот меня, наверное, устроят. Вот это я отдам. Отдам Сирии. И хоть она и не наша марионетка, но все равно, так или иначе, я все это так сделаю. Ну ладно, поехали. Там еще Курдистан надо будет освобождать. Так, мы уже проходим к Ширазу. И уже пытаемся его захватывать даже. Вот эту еще территорию надо захватывать. Так. Карсикдир. Конечно, мы интеграцию проведем. Курдистан тоже интеграция. А Курдистан мы создадим. Курдов вот такое вот государство. Все остальное будет в нашем составе входить. Курдистан только вот такой вот маленький будет у нас. Такой вот правитель. Курдистан в Турции сметание у нее такой же, который у нас и был. О, только нет. Вот это и вот это Турция нехорошо. Вот это мое будет. Это будет все мое. Проливы останутся моими. Хотя вот это тоже пролив. Но это наш союзник, поэтому пролив у нас все равно фактически так или иначе есть. Че тут он вкачает? Греция единая. Молодец. Так он не будет дальше. Византию, конечно. Но Греция у него будет единая. Да, отлично. Ну и ждем капитуляции тогда Ирана уже, наконец-то. И проверим, можно ли его интеграцию в него привести или нет. Когда с Гумилео выиграл, можно было. Поэтому давайте чекать, проверять. Правда это или нет. Хотя сближение со старыми союзниками, давайте фокус возьмем. Просто решение потом появится у нас и все. Чтоб просто все фокусы пройти. К чему бы и нет. По альянсу. Ирак значит независим на его. Ага, на его даже не гарантировать. Теперь отлично. Можем пойти потом на Хаиль, на Ирак, чтобы нефть захватить себе. К чему бы и нет. Так, решение. Судьба договорных государств. В смысле? У нас только вот этот остров есть. Хаиль можем передать. Ну да, пока Хаиль передать и потом стремимся новой вольбой. Персия. О, интегрировать можно отлично. Значит делаем интеграцию. Все, что можем интегрировать, будем интеграцию проводить. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Следующая серия уже будем начинать войну с Японией и Монголией с братством Евразии. Потому что пора это сделать. Вот это мы сделаем. Я даже на самом деле Японию включу в свой состав Евразийской империи. Вот в Азии мы будем расширять нашу империю. Это да. Но в Европе больше пока лезть не будем. Вот. Ну и, к сожалению, французская ОМОНа тоже капитулировала здесь. Все дела. Вот. Доктрину можем прокачать. И так далее. Ну а на этом я с вами буду прощаться. Обязательно голосуйте в голосовании. Стоит ли нам воевать с Антантой или же нет. С третьим интернационалом я повоюю. Это точно. Это мы сто процентов сделаем. С третьим интернационалом нужна война. С братством Евразии тоже нужна война. Ну и с Корейским пактом тоже, в принципе, это нужна война. Чтобы тут укрепить свое влияние. Во-первых, на Ближнем Востоке, да и в Северной Африке немножко. В Египте, в Ливии и так далее. Вот. Укрепиться стоит. Потом можно пойти. Ну, с Мексикой воевать смысла нет. Хотя можно. Ну вот, по поводу Антанта вы извесьте, пожалуйста, решение стоит или нет. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Это помогает в продвижении видео. Также не забывайте колокольчик, чтобы получать оповещение о моих видео. А чтобы точно и наверняка получать оповещение, подписывайтесь на группу в Телеграм. Вконтакте можете не подписаться. Ну, для галочки можете и подписаться. Почему бы и нет. Просто я там не веду, потому что там людей особо нет. Чего я буду вести эту группу там. Подписывайтесь на Дискорд сервер. Там тоже информация сейчас. Особенно там еще есть информация по поводу Кейзередакса. Так что тоже подписывайтесь по поводу его там обновлений, добавлений фокусов и так далее, путей различных. И другие Дискорд сервера тоже подписывайтесь. Есть ссылка в описании. Все, всем пока, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok